Что будет в новом эпизоде? Сиркон узнал, что Кираз – его отец. Так что он теперь будет делать? Расскажет ли Эда Киразу, что ее отец – Сиркон Балат? Будут ли Эда и Сиркон снова вместе? Расскажет ли Бурак Эйде свою любовь? Все и многое другое сейчас в нашем видео. Прежде чем перейти к нашему видео, те, кто говорит, что Сиркон должен узнать, что Кираз – его отец, не забудьте поделиться нашим видео. Со временем Сиркон и Кираз начали привыкать друг к другу. Сиркану также нравится появление гармоничных привычек. Тот факт, что Кираз много бродил и находился в постоянном контакте с Сирканом, помог дуэту привыкнуть друг к другу. В частности, Киразу было очень приятно, что она подбодрила Кираза и заставила ее извиниться, и она обняла Сиркана. На самом деле, самый важный момент здесь – это Сиркан, что с иностранцами нельзя разговаривать. После того, как Кираз сказал, «Вы иностранец!», был вопрос. Сиркан, который был очень расстроен уходом Эды, почувствовал боль от того, что не смог снова увидеть его после того, как нашел туфли Кираза. Тогда Сиркан поймет, как сильно он любит Кираза. Особенность с заявлением Эды о том, что он и отец Кираза, Сиркан захочет проводить с ним больше времени, действуя осознанно. Следующая главная цель – заставить Кираза хорошо привыкнуть к Сиркану. Кираз до сих пор не знает, кто ее отец. Эда и Сиркан не будут сразу объяснять эту ситуацию Киразу. Потому что Черри мечтает, чтобы ее отец – космонавт. Через некоторое время, когда отношения между ними увеличатся, Кираз захочет, чтобы ее отцом был Сиркан. Однако в этот период взлеты и падения между Сирканом и Эдой продолжатся. Эда не может забыть, что сделал Сиркан. Поэтому Эда не примет Сиркана сразу. Сиркану придется немало потрудиться, чтобы наладить отношения с Эдой. Однако у него есть очень веская причина провести время с Эдой в следующем периоде. Кираз будет тем человеком, который теперь объединяет Эду и Сиркана. Но время от времени появляется и Бурак, который делает все возможное для Эды и Кираза. Хотя Айфер и Мело хотят, чтобы Бурак и Эда были вместе, Бурак кое-что знает. Поэтому он не может пойти к Эде и рассказать о своей любви. Потому что он думает, что ответ, который он получит взамен, будет отрицательным, когда он это скажет. Однако Бурак все равно столкнется с этой ситуацией. Но есть вероятность, что подобное может произойти. Думаю, в следующих сериях Эда попытается выйти замуж за Бурака и за Сиркану. Конечно, вместе мы увидим, что Сиркон этому помешал. Вы можете поделиться своим мнением и обсудить это в комментариях. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Денис Ханым звонит Эде и говорит, что она в номере. Когда приходит Эда Сиюта, Сиркон идет за ней. И он показывает свой потерянный выбор. Когда Сиркон показывает Кирку, Эда просит Кирку. Однако Сиркон не дает выбора и говорит, что безумно хочет ее и любит ее. Он говорит Эде признать, что он не может ее забыть, иначе он не выберет. Эда очень злится и кричит, как сказать ей такое после того, что она сделала. Он хочет уйти оттуда, но Сиркон держит Эду и целует его в губы. Затем он извиняется, говоря, что вышел за рамки своих возможностей и пошел вперед. Однако на этот раз Эда держит Сиркана и долго целует ее в губы. Затем он уходит от Сиркана, говоря, что решение принимаю я, а не вы. Айдан и Сейфи понимают, чья дочь Кирас. Однако они не хотят этого принимать. Они возвращаются в отель Сейфи, чтобы прояснить ситуацию. Кирас говорит, что Мелони ее мать, эта игра, и они могут найти для этой игры мать, если захотят. Услышав это, Павел пытается спасти ситуацию. Однако Эдан также подозревает, что Мелони мать Кираза. Сиркон не отпускает Эду. И он говорит, что не оставит свою сторону, пока не простит себя. Однако Эда напоминает, что она этого не примет, и что раньше она сохранила свою работу, и причина потливости – работа. После этого Эда идет поговорить с Мелой и говорит, что они поцеловали Сиркана. Тем временем Сиркон рассказывает Эдану, что они поцеловались и что произошло. Пока Эда думает о том, что Кираз и Сиркон проводят время вместе, Сиркан договорит, что если она проведет время с Эдой, что-то может случиться снова. Энген вызывает Эрдима в отель, чтобы разыскать Кираза. Пока Эда и Мело пытаются заставить Кираза что-нибудь съесть, телефонные звонки. Вишню нужно сделать прививку. Услышав это, Кираз тут же убегает. Тем временем мимо проходит Сиркон. Эда думала, что она идет за ним, но Сиркон отсалютовал и просто прошел. Кираз же видит убегающих Айдана и Сейфи. Айдан задается вопросом, кто ее мать, кого она подозревает в данный момент. Однако как раз в этот момент Мело догоняет и в последний момент забирает Кираза. В это время приходит миссис Денис. И он говорит, что хочет поговорить о тканях, которые заказал. Сиркон всегда рядом, чтобы свести Эду с ума, но он уходит, ничего не сказав. Эда очень рассержена этой ситуацией. Сиркон видит Пину на своем пути и просит ее сказать Эде, что она не работает. Вместо этого он возлагает всю работу на Янге на сегодня. Эда находит Пину и спрашивает ее о Сиркане. Когда Ауда говорит, что Сиркон сегодня не работает, Эда звонит Сиркану. Когда Энгин разговаривает по телефону, он сначала удивляется, а затем сразу же находит Энгина. Эда приходит к Энгину в крытый бассейн, и в это время приходит Сиркон. Он говорит Эде, что сегодня не работает, и Эда уходит. Денис Хан и Айдан начинают изучать ткани. Однако цель Денис Хан – рассказать о Сиркане. Айдану никогда не избавиться от Денис Хан. Эда действительно хочет работать с Сирканом и попытаться приучить Сиркана к Киразу. В это время приходит Кираз и говорит, что Сиркон Балат находится в бассейне и хочет войти. Эда пользуется случаем и готовят Кираза. Он тоже был подготовлен. Когда Сиркон видит, как Эда входит в бассейн, он впечатлен ее красотой. Он сразу подплывает к ней. Тем временем Кираз подходит к бассейну и просит Сиркана надуть наручники. Черри нетерпелив. Когда Кираз становится нетерпеливым, Сиркон сходит с ума. Кираз просит Сиркана собрать волосы. Но поскольку он не знает, он звонит Энгину, и они вдвоем пытаются его собрать. Однако они просто не могут. Наконец, Эда собирает. Кираз продолжает сводить Сиркана с ума. Затем приезжает Мело. Через некоторое время Сиркан разозлится. Айдан приходит в голову Пине и убеждает ее взглянуть на личность Кираза. Сиркану скучно, когда катарский бизнес в беде. Потому что его цель – доказать Эде, что он не трудоголик. Однако эта работа очень важна. И ему нужно вернуться в Стамбул, чтобы заняться этим делом. В то время, когда пришло известие о том, что итальянские работодатели приедут на Эду пораньше, персонал хотел поехать в Стамбул, чтобы сделать недостающие чертежи. Эта ситуация очень полезна для Сиркана. Тем временем он отправляет Айдану фотографии, сделанные им в Пине. И Айдан понимает, что Кираз – дочь Эды. Энгин хочет пройти тест ДНК, чтобы понять, что Кираз – дочь Сиркана. Для этого он позвонил Эрдему и попросил его собрать волосы Кираза. Эда хочет поехать в Стамбул и по работе, и пообщаться с Сирканом. Он также хочет взять с собой Кираза, используя ситуацию как предлог. Пока Джан и Кираз играют, приходит Эрдем и говорит, давай поиграем в волочение за волосы. Дети не играют, но Эрдем теребит Кираза за волосы. Джан и Кираз очень на него сердятся. В это время приходит Эда, Эрдем и забирает девушку и Кираза. Собираясь отправиться в путь, они понимают, что машина Сиркана рассчитана на двоих. Поэтому Эда и Кираз уехали на машине Бурака. Сиркан очень злится из-за этой ситуации. Когда приходит Эрдем и рассказывает Энгину о том, что произошло, Энгин очень сердится. Говоря о событиях, приходит Павел и подозревает, что они что-то планируют. Эда и Кираз пришли в дом Сиркана. Сиркон хочет начать свой бизнес, но Кираз хочет присмотреть за лошадьми вместе с Сирканом. Сиркон говорит, что у него есть работа, и он не может о ней позаботиться. Вишня уходит сама по себе. Пока Сиркон занимается своими делами, Эда оставляет его и Кираза наедине. Кираз сбивает с толку, бродя по Сиркану. Сиркану это совсем не нравится. При каждой возможности Кираз задает вопросы и пытается поговорить с Сирканом. Сиркан, с другой стороны, не может сосредоточиться на своей работе, не сказав что-то Киразу. Кираз рисовал для Сиркана. Однако Сиркану эта картина наплевать, и он кладет ее в карман. Эда очень расстроена, что Сиркан ни разу не посмотрел на картину. Тем временем звонят итальянские клиенты, и Эда вынуждена давать интервью. Он просит Сиркана позаботиться о Киразе. По окончании встречи он встает, чтобы позвонить Киразу. В это время Сиркан и Кираз отправились в беседку, чтобы что-нибудь перекусить. Киразу удается рассердить Сиркана своими действиями. Однако некоторым из его привычек он нравится, потому что они такие же, как он. Но они не могут договориться о еде. Сиркан злится, когда говорит ему, что хочет фрикадельки, которые он скажет первым. Потом подходит Эда и просит меню. Сиркан очень злится. Сиркан очень удивлен, когда говорит, что хочет фрикаделек, чтобы Эда не рассердилась. Они съели свою еду и отправились в путь. Когда они по дороге говорят о вакцине, Черри очень пугается. К тому же, когда появляется реалистичное повествование Сиркана, Кираз пугается. Однако вернувшись домой, Милой и Бурак устроили хорошее шоу. Потом ему делают вакцину. Тем временем приходят Пырил и Энген. И он говорит, что Эрдем может позаботиться о детях и что Любой может прийти на обед. Люди в доме принимают это предложение. Однако моя любовь говорит Эде, что Бурак на обед не приедет. Между тем, когда он спрашивает, как дело с Сирканом, тот отвечает, что не может уйти. Бурак говорит, что у него есть дом в Сефире Хисар и что он может туда поехать. Эда говорит, что хочет немного подумать. За Эдем их слушают Мило и Альфер. В частности, их интересовало, рассказывал ли Бурак о своей любви. Однако Эда говорит, что они испытывают к Бураку чувств. Вечером всех готовят к обеду, и они медленно собираются. Когда Денис Ханм пришла к обеду, официанты, которые следовали за ней, надели маски Сиркана. Все очень удивлены такой ситуацией. Однако на ужин Эда и Сиркан еще не пришли. Через некоторое время появляется Сиркан. Эда идет прямо за ней, и когда она видит официантов в масках и настоящего Сиркана, она внезапно не знает, что делать, и теряет сознание от возбуждения. Тем временем Сиркан удерживает Эду от падения. Сиркон укладывает Эду на диван, чтобы она проснулась. Когда Эда приходит в себя, Сиркан оказывается во главе ее. Когда Эда видит много Сиркана перед собой, она говорит, что думает, что ей снится кошмар, и теряет сознание. Сиркан, с другой стороны, высмеивает эту ситуацию, интерпретируя ее «как ты видишь меня повсюду из-за своей любви». Позже, по дороге на обед, они видят в море бутылку. Думая, что внутри будет сообщение, они берут бутылку, чтобы открыть ее. А пока их все ждут. И Айдан видит их вместе. Они получают сообщение внутри бутылки. Сиркон начинает читать. Написано человеком по имени Саним. Однако он писал такие вещи, что в точности описывает Эду и Сиркану. Они очень впечатлены. Сиркон говорит, хотел бы я быть таким же талантливым, как человек, написавший эту статью, я бы написал это для вас. Когда Эда была впечатлена тем, что было написано, и спросила, что бы вы сказали, если бы мы попробовали еще раз и захотели бы ребенка, Сиркон сказал, нам достаточно для нас. Зачем нужен ребенок? Говорит. Эда говорит, что это все равно неправильно. В это время люди за ужином напились и устроили беспорядок. Еда не было, и все разошлись по домам. На следующий день Кираз и Сиркон собрались вместе. В то время как Кираз была расстроена из-за того, что она разбила стекло, Сиркон также разбил мне сердце из-за Кираза. Но он говорит, что я столкнулся. После этого Кираз приносит извинения человеку, разбившему стекло. По этой причине Кираз обнимает Сиркана, говоря ему, ты научил меня быть храбрым. Ты мой герой. Когда Сиркон говорит не обнимать незнакомцев, Кираз, ты иностранец. И уходит оттуда. Эта ситуация очень радует Сиркану. Айдан и Энген поняли, чем занимаются друг друга, и решили действовать вместе. После этого они берут зубную щетку Кираза и соломинку апельсинового сока Сиркана и отправляют их на ДНК тестирование. Эта говорит Денис Ханем, что она хочет бросить работу и уйти, и что она не должна рассказывать об этом Сиркану. Однако Денис Ханем немедленно сообщает об этой ситуации Сиркану. Сиркон говорит, что точно не должен допустить такой ситуации. В противном случае он говорит, что тоже поедет. После этого Денис Ханем должен принять то, что хочет Сиркон. И он не принимает ни одного приходящего ландшафтного архитектора. Конечно, в конце концов Эда понимает, что все это планы Сиркана. Он немедленно идет к Сиркану, злится и объясняет, почему он сделал это с ним и что он хочет уйти. Они оба злятся друг на друга и уходят. Все вокруг теперь согласны с тем, что Кираз – дочь Эды. Результат шокировал всех, особенно когда они подумали, что это зубная щетка Кираза, и сделали ДНК отец зубной щетки Джана. По результатам они думают, что отец Кираза – Энген. Однако, поскольку кисть Чанс, получается, что результат правильный, но кто отец Джана, а не Кираза. Кираз потеряла ожерелье на пляже, и пока она искала его, Сиркан пришел и нашел его. Кираз говорит Сиркану, я ухожу далеко, найди меня. В это время приходит Эда и забирает Кираза. Хотя Сиркан заявляет, что не хочет, чтобы она уходила, Эда говорит, что она должна это сделать, берет Кираза и уходит. К вечеру все приготовления закончены. Эда прощается со всеми, забирает Кираза и отправляется с Бураком. По дороге Эду и Кираз разговаривают о Сиркане. Тем временем Маядан и Энген получают правильный результат ДНК. Теперь точно известно, что отец Кираза – Сиркан. Они хотят сообщить Сиркану как можно скорее. Однако Сиркан выключил свой телефон. Вот почему до него никто не может добраться. В это время к Эде приходит Сиркан, но Эды уже нет. Когда Сиркан начально садится в свою машину, он видит туфли Кираза в бардачке. Кираз оставил ему ключ к разгадке, чтобы найти себя. Пока Сиркан идет в свою комнату и думает о туфлях, внезапно приходит Эда и говорит, «Я мать Кираза, а ты ее отец». Не забудьте лайкнуть наше видео для тех, кто любит сериал Сенчаль Капми никогда не хочет, чтобы оно вышло в финал. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. ảиха. Продолжение следует...